Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, стоит мне отвлечься на минуточку, и уже сразу много-много-много всяких каких-то новостей, новостей, новостей. Полно с эхо Москвы в основном я беру. Ну, в принципе, эти же новости, они проскакивают где угодно. Да, просто здесь удобнее в одном месте. Мусор из Москвы будут вывозить в другие регионы по железной дороге. А-а-а! Всё, весь мусор, всех мусоров отвезут. По данным Коммерсан, пилотный проект может быть реализован в Архангельской области. Это недалеко его повезут. Вы представляете, во что обойдётся, да? А-а-а! Это инициатива московской мэрии. В Архангельской области ещё в конце августа начались акции протеста против полигона, на который планируют свозить московский мусор. Да-а-а! Так, что ещё? Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик 90% о 90% пишут на эхе российской аудитории. Так, это утверждает Владимир Мединский, тот самый, с переписанной диссертацией. По словам министра культуры, остальные 10% не откликаются исключительно из вредности, поскольку, по сути, им возразить нечего. Мединский уверен, что люди в России хотят духовной и нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, конечно, где Европа, там, туда-сюда... Ой-ой-ой. Крошка с сыном в Минкульт пришёл и спросила Кроха, это комментарий, что такое хорошо и что такое пофига. Да, отклик, отклик, отклик этот матерный тут пишет. Непотопляемые идиоты продолжают жить в своём мерке. Ну, да, ребята. Ну, это что такое? Это рабство и крепостное право. Вот что, вот ценности, да, ценности какие. Ну, а как же? Ладно. Это Варламов пишет. Мост как зеркало русской эффективности. Я уже говорил про то, что мост начали строить. Договорились китайцы и русские. Вот. И китайцы построили уже 17 пролётов, а русские не начали свои три. И вот что теперь будет, не знаю. Ну, будет висеть этот мост. Кошмар. Чемпионат мира по футболу. Чего? Принёс экономике России 952 миллиарда рублей. Это отчёт Оргкомитета. И где они? Угадайте с трёх раз, да? Так, вот ещё. Герман Греф. Есть такой Греф. Фух. Это глава Сбербанка. Причём он давно что-то, я помню. Вот он, сколько я себя помню, он всегда был главой Сбербанка. И вот он заявил, интересно, да, физмат школы – это пережиток прошлого. Ребят, я комментировать не буду. Не, не буду. Тут нечего комментировать. Причём он пишет, что математики и программисты в будущем нужны будут всё меньше и меньше. Всё, застрелись, мужик. РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнём после церковного раскола. Тратят интернет, пространство на всякую фигню. Ну, какая разница? Ну, подойдёт кто-нибудь, подождёт. Попросите Мишкина. Вот. Или Петрова. Кого-нибудь из них. Зажигалкой подождёт и всё. Ладно, я не в агохульство, ребята. Ну, сколько можно одной и той же, а? А вот ещё, опять у меня. Иерарх УПЦ Московского Патриархата объявил себя клириком Константинопольского Патриархата. Это украинский. Иерарх Украинский, православная церковь Московского прихода. Ну, Украина не отстаёт, конечно. Не отстаёт. Вот. Сергей Лавров обвинил, обвинили, к нему на «вы», да? Николай Второй, Сергей Лавров Второй. Обвинили расследовательскую группу «Беллингкэт» в сотрудничестве с западными спецслужбами. Ну, а почему и нет? Почему бы не посотрудничать? Это та самая группа, которая назвала настоящие имена подозреваемых в отравлении скрипалей. В расследовании говорилось, что это российские военно-разведчики. Вы всё это знаете. Даже уже бабушки где-нибудь сидят на лавочке. Они уже всё знают. И вот бизнесменам, которые жертвовали деньги на айфон, на афон, РПЦ рекомендует переключить внимание на российские монастыри. Давай, деньги давай, давай, давай. Ребят, я вам советую переключить внимание, знаете, на что? На меня. Вот переключите на меня внимание. Если хотите кому-то пожертвовать, пожертвуйте мне. Потому что у меня такие весёлые сюжеты. Я так всё это рассказываю. Интересно, я надеюсь. И сейчас будет коротенький анонс ролика, который я уже опубликовал. Я его назвал «Еврейство в США». Ну, в основном там про Чикаго рассказывается. И там мои стихи тоже. Про Ханаку. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад. Хоба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, как я и обещал, сегодня я рассказываю про еврейство в Чикаго. И этот ролик у меня будет на платном канале. Ну, когда-нибудь я его выложу и в общий доступ. Вот. И также я вот в предыдущем ролике говорил, что я в этом слабо разбираюсь. А вот. А как жена проснётся, так она мне всё и расскажет. Ну, и действительно, я тут ковырялся, ковырялся. Нашёл тут несколько ссылок. Еврейский Кливленд, Чикаго. Электронно-еврейская энциклопедия. Статья в Чикаго евреев стала больше и так далее. Она мне бах-бах-бах сразу. Три классные ссылки, да. Я их не нашёл в Гугле. Вот. Уже потом, когда она мне сказала, да, я нашёл эти сайты. Вот. И моим платным подписчикам. У нас там блок такой небольшой есть. Вот. Я туда все эти ссылки поставлю. Почитайте, посмотрите. Там одна из ссылок даже, как помогают иммигрантам конкретно. Вот. Даже беженцам. Вот. Смекайте, да. Вот. Ну и всё. На этом моя вступительная часть закончилась. А теперь будет конкретно. Вот первый.